Добрый вечер! В прямом эфире информационная программа «Сегодня» в студии Ирины Джоева. Коротко о главных событиях 30 июня. Добрый вечер! Ваня Солнышко распахнул свои двери детям. На сегодняшней сессии парламентарии одобрили поправки в законы об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики и в Конституционный закон о выборах президента Республики Южная Осетия. Зарина Кочева с подробностями. На очередной сессии парламента депутаты одобрили поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики. Согласно новым поправкам, кандидаты в президенты должны будут собрать 3500 подписей вместо прежней одной тысячи. Ранний законопроект подробно обсуждался на президиуме. Тогда долгие дискуссии вызвал вопрос о количестве подписей для выдвижения кандидата. Депутаты согласились с тем, что тысячи подписей в пользу кандидата мало, а 5000, которые предлагает Центральная избирательная комиссия, слишком много. Мы немножко ужесточили и вместо тысячи подписей мы предложили 5000 подписей, чтобы человек, идя и желая быть президентом страны, думал о том, что ему немножко надо побеспокоиться и собрать вот это количество. Мы не исходили из того, что творится в Российской Федерации и как у них уменьшается эта цифра или увеличивается. Мы исходим из того, что мы имеем здесь, когда мы проводим выборы президента республики. Поправки были внесены и в Конституционный закон о выборах президента республики Южной Осетии. В частности, поправки дают четкое определение цензу оседлости для кандидатов в президенты. До сих пор закон не давал ясного толкования этого тельмена и того, что подразумевается под постоянным проживанием кандидатов в президенты на территории Южной Осетии. Было понимание трех месяцев, а вопрос возникал в том, как считать эти три месяца. Потому что все те люди, которые потом обратились в судебные органы, они, вероятно, и не говорили о том, что нет этих трех месяцев, а говорили о том, что Центральная избирательная комиссия, основываясь на данных уполномоченного органа, который считал эти дни, они не совсем правильно, ну, по крайней мере, по мнению кандидатов на тот момент, не совсем правильно подсчитывают эти цифры. Согласно предлагаемым поправкам, срок проживания на территории Республики Южная Осетия считается постоянным, если лицо выезжало за пределы Республики в совокупности не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин. Отсутствие на территории Республики считается уважительным в случае отпуска, командировки, болезней, учебы, если лицо было направлено органами государственной власти. Информация о сроках отсутствия и о факте проживания лица на территории Республики Южная Осетия в течение 10 последних лет предшествующих дню регистрации представляется от Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия, уполномоченным органам исполнительной власти Республики Южная Осетия, согласно Конституционного закона Республики Южная Осетия, государственных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. С поправками, которые предлагает Комитет по законодательству законности и местному самоуправлению, парламент Республики согласились не все депутаты. По мнению депутата парламента от Народной партии Сергея Харебова, поправки ущемляют права каждого осетина на право быть избранным. Уважительной причиной нужно считать еще то, что человек занимается бизнесом, допустим, и он перемещает за территорию Южной Осетии, территорию Республики Южной Федерации, чтобы проколировать свою семью. Один мог, допустим, не на Кусе, Кусслужбой на Кусе, командировка, Катьян, Иргитеричи, Фаренчениц, Мехасан, мы шамре, мошкин, нынешний, помошем этим дирекшен, скосканем, мы хищем от Народства, шавея хифереста. Молодой лекуты систем, молодой лекуты систем, хешта мне не феста школа. Мы не будем встречать, кому нет сава с гендерами, но при этом не будем встречать. Тем более, что у них еще не будет встречать. Я приходил, что я хочу почему бы эту мошкинку, не могу так сказать. Но мы хотим сказать, что, если она будет gemacht, мы будем встречать, чтобы он не динат, листать, 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 листать. А мы исследуемся, что, он возникло 30 лет, который был в «ехатель» и предприятий. Он просто хочет защищать advertise президенту, чтобы ее называется. Я не знаю, что вы не будете. Как вы, если вы, если он уже учится, не учитесь на территории Ужно-Ассети, там, и, воз, два, раз, шоссе, а потом, что вы не будете. Такое впечатление на самом деле, что аж, хопа, да, шоу, что именно он под конкретных людей, а именно определённо там, не могу, не? Не, не надо, не за костюмы, но км. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы говорим о государственной структуре. Да, да, да. Получается так, что только те люди могут баллотироваться, которые работают за государственной структурой. Так нельзя делать. Председатель парламента Анатолий Бибилов также высказался по этому вопросу. По его мнению, человек, который собирается возглавить республику, обязательно должен проживать в республике, знать, чем живет его народ. Тогда мы, уважаемые депутаты, можем сказать, а зачем нам нужен ценз вообще? Давайте отменим полностью ценз. Давайте, как Олеся Афсаровна сказала, уменьшим возраст человека, который может баллотироваться. Давайте другие схемы еще, чтобы у нас была полная либерализация и полная демократия. Так вот, если мы говорим о характере закона, я всегда говорил, у нас должность президента, она исключительная. Я абсолютно согласен с Вячеславом Федоровичем в том плане, что на либерализацию мы пойдем, когда у нас будет как раз понимание важности должности президента. Первое, и когда уровень политической культуры, уровень политического сознания в обществе выйдет на новый уровень, более высокий уровень. После долгих дискуссий поправки в закон были одобрены. Из 30 депутатов, присутствовавших на сессии, против поправок проголосовали трое, один воздержался. Парламент республики в ходе заседания сессии ратифицировал соглашение между правительством Республики Южной Осетии и правительством Абхазии о взаимных безвизовых поездках граждан двух республик, подписанных в Схинвале 17 августа 2015 года. Целью данного соглашения является как раз таки правовое регулирование вот этих поездок между нашими странами. Напомню, что наши граждане, как и Абхазии, Республики Южная Осетия, могут до 90 дней пребывать на территории соответствующего государства, как бы и Абхазии, и Южной Осетии безвиз. И также этим соглашением регулируется основание пребывания наших граждан. В ходе сессии депутаты единогласно проголосовали за переназначение Феликса Засеева на должность председателя Национального банка. У главы Национального банка недавно истек срок полномочий. Общественно-политическая ситуация за год до выборов обсуждаемая экспертами тема в медиа-центре ИР. Прогнозы и оценки предложения. Бурные дискуссии вызвали сегодняшние поправки в Конституционный закон о выборах президента Республики Южная Осетия. Тему продолжит Дзераса Кузаева. Главное политическое событие ближайшего времени – выборы 2017 года. И на сегодня практически все политические процессы выстраиваются с ориентиром на будущие выборы. Об общественно-политической ситуации за год до выборов говорили на круглом столе в медиа-центре ИР. Участники круглого стола вносили предложения, оценивали текущую ситуацию, озвучивали свои прогнозы. Но основной акцент дискуссии пришелся на поправки, внесенные в Конституцию и уже сегодня утвержденные парламентом республики. Новое толкование цен за оседлость и увеличение числа подписей для выдвижения кандидатов в президенты вызывает вполне неоднозначную реакцию у общественности и экспертного сообщества. Я два с чем-то года уже говорю о том, что нам нужен единый избирательный кодекс. Уже не знаю, сколько лет говорю о том, что это очень плохая идея менять избирательное законодательство в предвыборный год. Очень плохая идея. Я приводил всегда пример нашей Конституции, которую мы в 2001 году в предвыборный год разрабатывали, и которая из-за политических разногласий между различными ветвями власти была принята не 99% голосов, как вообще-то должно приниматься, а 70% против 30%. Эксперты приводили статистику количества граждан, участвующих в выборах, обсуждали критерии, по которым избирается будущий президент. Для меня критерий владения языком в Конституции, который есть, он для меня абсолютно ясен. Я всегда говорил, и там, и везде, что я не представляю выборов публичных и не представляю кандидата, который не владеет языком, на котором говорит его избиратель. И не представляю вы избрание вообще. Против нового толкования статьи Конституции, касающейся цель заседлости, сегодня на сессии парламента проголосовала лишь одна партия, представленная в законодательном органе страны «Народная партия». Лидер партии Александр Плеев и на круглом столе обосновал аргументы, по которым его однопартийцы выступили против новых поправок, и отметил, что вносить такие серьезные поправки в основной закон страны за год до выборов нецелесообразно. В Южной Осетии всегда была демократия. Мы всегда, с 91-го года, наши честленники, депутаты, и мы все стремились к тому, чтобы истинную демократию всему миру показать. И мы его показывали. Ну, действительно, какие-то нарушения, какие-то ошибки, конечно, через это мы все проходили. И первый созыв, и второй, и третий. Но что получается? Что человек не имеет права на образование. Человек, вот по правке, право на перемещение, право на здоровье, на лечение. Это основы конституции. Мы их за один рост растоптали. На самом деле, мы их растоптали. И я сегодня предупреждал, ты был там. Предупреждал, нельзя топтать демократию. Участники круглого стола сошлись во мнении, что, учитывая опыт предыдущих плебисцитов, необходимо предпринять все меры для избежания различных политических метаморфоз и сохранения общественного спокойствия. Ведь в любом случае, итоговое решение за народом, и только его выбор станет определяющим, как жить дальше и кому доверить будущей страны. Здравствуйте, Кузаева, Замат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. На политической арене нашей республики может появиться еще одна политическая партия. Состоялся ознакомительный съезд Либерально-демократической партии Республики Южная Осетия. В съезде приняли участие несколько десятков человек, которых ознакомили с уставом и программой партии. Главная цель – участие в политических процессах республики, в жизни населения и решении проблем, которые стоят перед социумом. В программе партии обозначены все тезисы и цели создания партии. Принимавшие участие в ознакомительном съезде проголосовали за ее принятие. Также был утвержден президиум партии, выдвинут кандидат на должность председателя вновь создаваемой партии. Им стал предприниматель Алан Казиев. На съезде, как принято по закону, присутствовали представители отдела регистрации Министерства юстиции. Создателям партии предстоит еще подать документы на регистрацию. И только после рассмотрения их в Министерстве юстиции Либерально-демократическая партия Республики Южная Осетия может быть зарегистрирована официально. Служба ветеринарного надзора проводит вакцинацию и ревакцинацию домашних питомцев, собак и кошек против бешенства. Бешенство – опасное заболевание, которое может передаваться от животного к человеку. Поэтому прививать своих питомцев необходимо вовремя. Также в отделе ветнодзора можно получить и паспорт для питомца, где указываются данные хозяина и питомца, а также какие прививки делались вашему питомцу. Паспорт нужен. Если, например, куда-то переезжаете, перевозите питомца, собаку или кошку, то весь паспорт это невозможно. Например, через таможню не пройдет. Постоянно делаем прививки против бешенства. В любое время можно позвонить по телефону. Вакцины у нас есть. Вакцины, что в биофабрике, они хорошие, никаких осложнений не дают. Так что можно безбоязненно приводить своих питомцев. Мы сделаем прививки. 13 марта 2015 года состоялось радостное событие, которого так ждали жители Силадмениц – открытие детского сада. Подошел к концу учебный год и вот первый выпуск. Еще с раннего утра воспитанники дошкольного образовательного учреждения, родители, конечно же, воспитатели, поздравляли друг друга со знаменательным событием. Коллектив с детьми подготовили праздничную программу. Ребята исполняли песни, танцы, читали стихи и отгадывали загадки. Тем самым показали, что они хорошо подготовлены к школе. На торжественном мероприятии побывала Яна Плеева. Доминистский детский сад в этом году впервые выпускает своих воспитанников. В заново отстроенном двухэтажном здании детей не так уж много. Но, как отметила заведующая, есть надежда, что в следующем году их количество увеличится и детский сад заработает в полную мощность. 16 выпускников показали все свое мастерство, которому их научили в стенах дошкольного образовательного учреждения. 1 сентября ребята в школу пойдут подготовленными. Они пересказывают сказки, рассказывают стихотворения и отгадывают загадки. Я на утром не писал, тут малышей встречается. Самый вкусный супер, я с другом не случаю. Я пришел сегодня к вас проводить серпе в первый класс. Все у вас, друзья, в порядке? Да! Отгадайте-ка загадки. Буквы все от А до Я на странице Урая. Время. Вместе с нашими детьми детский сад закончили и дети российских военнослужащих. Песни, танцы, стихотворения. Одно творческое задание сменялось другим. Готовились задолго и всем коллективам. Этот праздник наш веселый, потому что с года в школу только прощаться надо нам с любимым детским садом. За прошедший год дети стали как родные. Мы за ними ухаживали, воспитывали их и обучали всему, чему можно обучить в детском саду. Говорит на прощание заведующая детским садом. Слушайте своих учителей в школе. Хорошо учитесь. Долго что вы получили и одни ветерки. Хорошо? Да. Договорились. Не забывайте ваших воспитательниц, ваших паворов, ваших нянечей. Они за вами ухаживали. И помните их всегда. Родители, я тоже вам хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку. С выпуском детей поздравляли не только воспитателей и родителей, но и дети, которым еще не один год предстоит ходить в детский сад. Праздничное мероприятие закончилось национальными песнями и танцами. Яна Плейвар, Сенгаси, информационный выпуск. Сегодня. В Цхенвальской школе-интернат сегодня состоялось официальное открытие лагеря дневного пребывания «Солнышко». Впереди у детей время знакомств, дружбы и веселого времяпровождения. У каждого из пяти отрядов, а всего ребят 110, свой девиз и свой командир, которому они пообещали строго выполнять устав. Они уже подружились и весело проводят время. В лагере «Солнышко» отдыхают 110 детей. Сегодня состоялось открытие первой лагерной смены «Путь в страну веселья и здоровья». Дети отдыхают всего четыре дня, но уже стали настоящими друзьями. И за такой промежуток времени успели провести конкурсы. Многие получили здесь свои первые грамоты. Очень хорошо в лагере. Там много детей, там занимательно. Там так удивительно. Я в первый день побоялась немного, а потом я начала привыкать. Это как мой второй дом. Игры и развлечения здесь самые разные. Я больше всего люблю играть в футбол. Я не думал, что здесь будет так весело. Я первый раз в лагере, но буду просить родителей, чтобы меня отправляли каждый год. На торжественную линейку выстроились сразу пять отрядов. Дельфины, алые паруса, непоседы и другие. И каждый со своим девизом. Командиру отряда дети пообещали, что за время пребывания в лагере они будут соблюдать дисциплину. Вести себя ответственно, слушаться старших и быть примером для подражания. В свою очередь, напутственные слова приняли и от старших. Я вижу, что вы подружились между собой. Играйте, радуйтесь. Я желаю вам, чтобы дальше вы были также дружны и принимали активное участие во всех мероприятиях, которые у нас будут проводиться. В лагере дневного пребывания «Солнышко» созданы все условия, чтобы дети проводили свои каникулы весело и с пользой. Лагерь примет детей в три потока. Впереди отдыхающих ждут конкурсы, остинских танцев, песен, веселые старты. И уже с сегодняшнего дня они начнут готовиться к ним. Роза Тедева, Регина Черткоева, Аида Кочиева. Информационный выпуск. Сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 1 июля. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 1 июля, переменная облачность и большой дождь. Днем температура воздуха плюс 23, ночью плюс 15. В Завском районе малооблачно, возможен дождь. Днем плюс 21, ночью 18 градусов тепла. В городе Квайса пасмурно дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 16. В Ленингорском районе Южной Осетии облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24, ночью плюс 19. В столице республики Тхенвале облачно. С прояснениями днем 24 градусов тепла, ночью плюс 17. Это все, о чем мы вам успели рассказать. В вечернем выпуске информационной программы в 23 с новостями вас познакомит Ирина Габараева. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин